Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем первый эфир передачи, которая называется «Сергей Гельмудинов. Территория трейдинга. Обзор рынков». Наш коллега Сергей Гельмудинов, трейдер, управляющий активами, у него большая команда, живет и работает в набережных челнах в Татарстане. Первый раз выступал у нас в 2015 году, ну и вот за эти 6 лет прошел большой путь. Сергей, приветствуем вас. Привет, привет. Приветствуем. Ну что, мы готовы посмотреть, как вы видите рынок, что интересного, ну и заодно посмотреть, как работает ваша торговая система. Вам слово. Хорошо. Спасибо, отлично. Так, видим хорошо. Поднимаем график. Все отлично. Мышку вашу мы тоже видим, естественно. Супер, отлично. Итак, я бы для начала, наверное, хотел поговорить о биткоине, поскольку именно в моменте у меня прикован к нему взгляд. Вы хотите открыть один из четырех графиков или вам удобно, что вот они в четырех... Нет, я разверну сейчас один из четырех графиков, чтобы его более подробно было видно. А, хорошо, хорошо. Просто забыл, где эта кнопка. Все. Я с планшета работаю, дело в том, что компьютер это редкое явление у меня в основном система тут стоит и важны. Он мне как сервер работает в основном, мой же. Понятно, да. Видим хорошо. Отлично. Так вот, я бы хотел вообще рассказать про историю немножко, об этом активе, об этом инструменте. Возьму максимальный график, а я тебе поставщик котировок с максимальной историей. И возьмем масштаб логарифмический, поскольку так будет наиболее ярко представлена структура по волнам Эллиота. И что в моменте я наблюдаю? Хочу обратить внимание на кое-какие движения. Было предположение, что у нас сформирован полноценный импульс в рамках старшего цикла волны 2 и ожидают движения... Точнее, в рамках волны 1 ожидают движения в рамках волны 2. По факту удалось мне вот это движение предсказать в рамках третьей подволны, частично его отработать. Не все. Я не ожидал маленького такого сильного мощного движения. Но в последующем идея этого актива выглядит так. По факту у него идет завершение полного цикла коррекции снижения. Я ожидаю обновления лоя и дальше уже выход наверх с обновлением максимума. Ближайшая цель это именно обновление максимума. Эта перспектива, я так думал, наверное, может быть и до нового года, и до лета следующего. Посмотрим. На данный момент игроки уже в себя проявили. Начались продажи, соответственно, скорее всего, полетели стопы. И у нас получился вот такой объем продаж, достаточно серьезный. И тренд вот этот весь, он выглядит очень плохо. В том плане, что коррекции нет адекватных. Соответственно, я ожидаю еще движения в рамках волны С с обновлением. Даже неважно, в каком формате пойдет обновление, я его жду в любом случае. После этого обновления, скорее всего, начнутся тазики. А на данный момент я играю как бы на падение. Тяжело приходилось работать вот в этих местах, потому что лонговать было опасно, в связи с тем, что здесь зона продаж достаточно серьезная, и продажи вот эти были ожидаемы. И они пошли. Ну, все-таки я нормально отработал, и на данный момент пока в плюсе. Плюс 9% за это падение как бы у меня идет сейчас. Дальше. Локально я продолжаю снижение. Работаю также на падение. Частично отфиксил позиции. Пробовал какие-то доливки. Естественно, парочку доливок вышло. Но ближайшая цель у меня здесь. И, соответственно, я не собираюсь полностью разгружать позицию. Ожидаю, возможно, какое-то возобновление покупателя. И продолжение движения вниз в диапазон уже 36 тысяч долларов в рамках третьей волны. А возможно и на обновление 30. Если это у нас волна C. Раз, два, три, четыре, пять. Образно. Конечная моя цель это 18 тысяч. Но я также вижу еще и 8 тысяч. В моменте ситуация следующая. Увеличу маленький масштаб, потому что даже на младший таймфрейм нам структура не нужна именно общая. Потому что я хочу посмотреть скорость. Скорость возобновления. У нас была попытка откупить, соответственно. И возобновление покупателя у нас. Вот так даже можно сделать хуже с каждым разом. А нет поддержки, к тому же, крупных игроков. Если посмотреть, допустим, уже на другой момент, это посмотрим на фьючерс. На склейку. А вот они серьезные, как раз эти уровни. Очень четко отображены. Здесь у нас участники действовали раньше. Скорее всего, сюда они придут. Вот их коридор. Их, вот ворота. Их загон. Пока что коридор у них здесь. Вот. На часовике у нас покупатель и продавец слабые. У нас активности нет. Соответственно, я ожидаю, скорее всего, проход немножечко глубже. Максимальный откат, предполагаю, может быть вот сюда. К тесту Аптраста. Это уже из ВСА. Отсюда могут снова возникнуть продажи. Уровень, на самом деле, не критичный. Это, я думаю, максимальный, который возможен. После которого, если его начинают поглощать, надо будет пересмотреть все варианты разметок. А так. Но до этого движения еще надо надойти, поскольку есть предположение, что вот это у нас движение в рамках волны 1. Вот оно движение в рамках волны 2. У нас уже откорректировали по 0.38.2. Есть еще 0.5, соответственно, и 0.61.8. Как раз 0.61.8 совпадает с уровнем Аптраста. То есть волны совпадают с ВСА в моменте прям. Пока что покупатель мне не очень нравится, и, соответственно, я удерживаю какие-то позиции со стопом здесь, и один у меня, конечно же, дальний вот здесь. И немножко вскользь по эфиру. У него ситуация чуть-чуть отличается. В целом то же самое. Единственное, локально отличается здесь. Здесь очень четко отработана структура в рамках плоскости. Плоскость – это коррекционная модель из волн Эллиота. И это может быть у нас в составе волны А, В и С. Если это так, то, соответственно, видим продолжение снижения в район 1200. Продажи, как видим, были. И достаточно серьезные. У нас отработан треугольник в рамках четвертой волны по правилам, не по правилам, а по наблюдениям конкретно, из волн Эллиота, что выход из треугольника в последующем цена стремится вернуться к началу. А по факту он отработал здесь на все 100%. А поэтому было принято мое решение, опять же, шортить уже, начиная вот с этих объемов сверху. Соответственно, все это удалось. Здесь доливочки. И теперь жду откат, соответственно, до конца. Планирую также набирать продажи и работать вниз по тренду. Пока что до диапазона, уже до диапазона приблизительно 2600. Тейк профит и не ставлю, работаю в моменте. Просто держу жестко стоповисом. В данном моменте все позиции у меня из риска выведены. Фактически я ничем не рискую уже. Поэтому я готов пробовать набирать позиции дальше, увеличивать объем. Самое интересное, теперь хочу поговорить, наверное, о нефти или о России. Так, 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 сейчас. Давайте о российском рынке. Хочу поговорить. Давайте. Тема горячая. Тема очень горячая, поскольку то, что получается его предугадать, что индекс ММФБ, что индекс РТС, это немножко пугает. Почему? А, ну, есть предположение какого-то грандиозного движения. Почему? Опять же, вырабатывает цикл. Полностью вырабатывает цикл в рамках пятой волны, и мы находимся на хаях фактически. Если это так, то коррекция, опять же, из наблюдений, может достигать диапазона четвертой подволны. Исходя из этого, опять может быть вот такой жесткий пролив. В каком формате, посмотрим, но цели такие. Поэтому пока что я ванги по фондовым рынкам абсолютно не делаю. Есть риск. Даже то, что стреляет там в плюс и идут у кого-то заработки, меня это, в принципе, наоборот, пугает. Здесь единственный момент, я не могу четко рассчитать пятую волну, структуру. Скорее всего, она выглядит так, и вот это вот пятое, где-то на завершении. То есть, каждое обновление хаяхи может быть последним. Если же глянуть глобально, то у нас цикл вообще по России не закончен в рамках первой. Четвертое, либо раньше она будет какой-то устроить нам пятая и выход. Ну, понятно, что это слишком далекие перспективы, которых у нас, наверное, уже не будет. Так. А в моменте? А чего вы нас пугаете, которых у нас не будет? Перспективы у нас всегда... Если мы передадим информацию своим детям, то возможно. Ага, я понял. Да, они в тренд попадут в третью волну как раз, кстати. Понятно. Нет, давайте поближе все-таки. Давайте вот я сейчас ближе. Просто суть механизма, когда я начинаю доносить суть, я пытаюсь... У меня есть порядок определенный по законам и принципам фрактальности. То есть, я начинаю от старших масштабов переходить к младшим, и тогда наиболее четкая картинка образуется. И глубины там движений. Соответственно, в моменте... Вот, уже смотрю на фьючерсе, мне на склейки. TradingQ нормально тут предоставляет их. Соответственно, что я вижу? Уже посмотрим объемы. А идет конкретное замедление. На недельных графиках, даже на месячных, из месяца в месяц, мы видим вот эти слабости. Теперь, переходя на дневку, допустим, у нас есть канал, он уже такой весь. Прижался к верхней граничке. Такой, интересный. Вот. Вот она структура. Теперь для меня представляется следующим образом. Есть вероятность, что мы здесь находимся в каких-нибудь двух фрактальностях. Раз, два, там, три, четыре, пять. И завершается последняя. Раз, два, три, четыре, пять. Образно говоря. Но... Так, это дневка у нас. Давайте посмотрим, проработаем по объемам. Меня интересуют именно последние толчки участников. А именно, меня интересуют всплески объемов, которые проходили, где они проходили. я обращаю внимание на то, что большинство, скорее всего, даже, обратите внимание, идет на продажах. Из всего, что я выделяю в данный момент, я увидел только две покупки. Все остальное я видел фиксацией. Это есть такое яркое подозрение, есть яркое, такое немножко смущение, опять же, в покупки вставать. А вот у нас единственная последняя зона покупателя, которая еще в работе. При подходе к ней, скорее всего, там дальше цена пойдет вниз. Но это далеко. Прейдем сейчас поглубже. Особенно интересно вот это движение. По факту шортить рано, потому что здесь не добита фрактальность. Раз, два, три, идет четвертая волна, я ожидаю движение в рамках пятой волны. Целями здесь могут являться вот этот диапазон. Вот этот диапазон покупателя. Движение идет в формате двойного зигзага W, X, Y. Возможно, даже и не дойдут сюда. Вероятнее всего здесь на манипуляции будут разворачивать. Сейчас локально посмотрим в моменте, что они делают. По факту я вижу точку входа даже в данный момент по лангам, потому что продажа слабая здесь. Есть такой момент через высота, точка входа очень интересная на тесте спринга на локальном. Соответственно, здесь осуществляется вход, здесь допустим стоп. Очень достаточно короткая идея, можно как и локально забрать, но я бы работал на обновление хая с доливкой через ослабление вот этих вот сильных продаж. если они слабые, я бы доливался с подтягиванием стопов, соответственно, и работал бы на пробой, закрывался, скорее всего, здесь сверху, сразу прям на пробой, долго бы не сидел. Такая ситуация вот по индексу МВБ, посмотрим индекс РТС. Смотрим. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы в чате можно уже писать. Юрий Свящев, хочу уточнить, у вас фрактально-волновой анализ. Близко к тому, чем вы занимаетесь или совершенно другое? К тому, чем я занимаюсь? Да, вот Юрий Свящев занимается, наш коллега из Харькова, занимается. Он сейчас в чате, я его спрашиваю, Юрий, близко ли вам то, что говорит сейчас Сергей. Ну вот Юрий Свящев пишет в чате, да, конечно, то есть близкие темы по разработке. Да, да, а просто передача у Юрия называется фрактально-волновой анализ. Посмотрим. По средам, в 11.30. Вернее, на следующей неделе в 11.30 среду. Все просто. График видим хорошо. Учитывая, что у нас индекс РТС привязан к баксу, тут с ним свои интересные моменты. Тут очень долго я рассчитывал модель. Я все равно остаюсь при своем мнении, что это движение в рамках волны А, Б, С, где Б в виде треугольника А, Б, С, Д, Е. И здесь был сложный момент, потому что граница у меня изначально была проведена по этому Хаю, и я не ждал обновления, как альтернативу брал, но в итоге Хай обновился. И что произошло? Получилось рассчитать модель бегущую плоскость, сдвигающуюся в формате зигзага А, Б, С, и тут двойного зигзага, и вот пятерка. И тогда все идеально встало. И тогда у нас получается движение в рамках волны Д, может быть, с двойным зигзагом, там, либо одинарным, но достаточно снижения такой нижней границы треугольника. Глобальный цикл, как бы, вот он нарисован предположительно у меня. Теперь перейду на фьючерс и перейдем на месячный график для начала. Мне нужно по барку посмотреть. Хочу обратить внимание, что у нас индекс второй раз в этом диапазоне треугольника прошлого. Вот как идет у нас покупатель. Так не пробивают. Активности нет. Переходим ниже. Если активности нет, значит, ожидание вниз. Логарифм уберем сейчас. Вот у нас структура движения. Есть, опять же, сложности немножко с представлением структуры, потому что ее можно по-разному, по идее, разметить, но даже не буду, наверное, попытаться. А хотя раз, два, три, четыре, пятая, допустим, идет. Да не важно даже. Сам факт. Опять же, давайте лучше через ВСА рассчитаем. Хочу по объему посмотреть. Прошлая неделя опять обновление хая у нас идет не очень хорошо. В принципе, а нет, вот оно нормально, в принципе, идем. Пробиваем тренд растущий. Задача, чтобы вовремя отсюда выйти из лангов, надо дождаться замедления тренда. Замедление тренда уже идет. Покажу на предыдущих скоростях изначально. Скорость у нас, вот высота, пробой, пошел дальше. И вот у нас высота, уже еле-еле мы начинаем пробиваться. Цена потихонечку начинает ложиться и замедляться. Откаты становятся глубже. Идет торможение, плюс цена в зоне продаж, есть риск какого-нибудь удара свалить рынок. Ударчик вот он был, и на данный момент, так, вчера у нас прошел покупатель. тут локальное обновление, а также high у нас ждет. Ожидаю. А единственное, по индексу, обратите внимание, уже точка входа сформирована, без обновления лоя, скорее всего. Такая же фрактальность раз, два, три, четыре, пять, может быть, через range. Цена упала в зону покупателя. Здесь у нас была реакция. Где она? Да, вот она реакция. Снова с утра подойдя сюда, мы вновь видим реакцию. Ожидаю обновления. Так, что касается России, теперь хочу рассказать о рубле. Но я бы хотел поговорить о нем через евро. Ситуация намного интересней, на мой взгляд. Так. Да, давайте посмотрим, мы евро, рубль редко смотрим, друзья. Так что, давайте посмотрим, как это выглядит. Я уже в графе не забыл. Но дело в том, что смотрите, как у меня получилось с евро-рублем. Дело в том, что я видел в нем на более интересные движения, и все-таки я отработал вот эту всю движуху именно через него. И что мне повезло, я не попал в такой глубокий откат, как был по баксу. А евро меня хорошо удержало. Вот в чем разница была. и поэтому продолжаю работать через него. По баксу много споров у Иллиотчиков о том, что якобы треугольник там мог формироваться, еще типа формируется. Но евро ярко подтверждает, что треугольник все закрыт, обновили B. И у нас уже начинается новое движение в рамках пятой волны. В целом это движ пятая волна. цели здесь конкретно жесткие. Скорее всего, если выработка треугольников происходит очень жестко, то есть вероятность 90%. Фактически здесь все цели у меня выпадают именно в диапазоне 120-130 рублей. Может быть чуть пониже. То есть вот такой тренд широкий. Дальше уже в последующем, я не понимаю через сколько лет естественно, но когда тренд закончится, мы будем вновь возвращаться вот в этот диапазон треугольника. А пока что ничего такого интересного за его сторону нет. И если брать локальное, допустим, я начал размечать вот эту фрактальность новую. То есть пятая волна структура, погнали первая, вторая, новая фрактальность локальная, первая, вторая и ожидаем третью. Если же проработать по фибоначчи эти моменты, давайте на более старшие фрактальности выйдем сюда, сюда, пик 161,8 у нас выпадает 112. Вот в чем интерес. но да, 161,8 когда мы найдем дно вот этой локальной второй, не найдем, а увидим. Мы его еще не видели. Можно будет точку конкретную найти и отметить уже вот эту фрактальность и тогда будет видна цель. Это все подтверждается еще следующими моментами. Здесь не участвует крупный игрок в этих продажах. Продажи валюты я вообще не вижу. Изначально были какие-то раньше фиксации, ударчики, откаты, но сейчас движение легло, никто не заинтересован в этих продажах. Наоборот, как будто на удержание работают, потому что это видно по объемам. Когда я перехожу глобально, я вижу удержание, это начиналось уже очень давно. Опорники все эти начинали уже выходить отсюда все. И чем дальше по времени, тем больше у них объем. Последний опорник вот, то есть зона покупателя. но она не выдерживает. Возможно, ниже продают. Насколько глубоко? Сейчас посмотрим. Коррекцию пометим просто. У нас на данный момент получается 0.5 уже коррекция. Ну, 0.618 это в районе 83. Я так думаю. Там я попробую разворот поймать. Но я не знаю, может быть, кстати, а не факт, что туда уйдут. Почему? Когда я начинаю выбирать вот это снижение, у нас тренд очень жестко замедляется. Если обратить внимание, скорость раз, тыкс, все. То есть, может быть такое, что слегка кольнут и обратненько вот сюда. Вопрос, встретят ли здесь кого-то или сразу вышибут? Вот это вопрос интересный достаточно. посмотрим. Но цель такая пока. Так, теперь хочу по Америке рассказать, наверное, немножко. Я, кстати, не веду. Почему? Веду, точнее, но очень редко. Потому что ситуация аналогичная. Сейчас я найду индексом. Так, мировый индекс. не веду, в смысле не торгуете или не анализируете? Не торгую. Не торгую. Я веду еще анализ его достаточно редко, потому что ожидание было пятой волны и он у меня все цели выполняет. Короче, вот в чем прикол. У него здесь достаточно редкая модель образовалась. Расходящийся треугольник. Здесь плоскость. Долго-долго. Друзья, это S&P 500. Да. Интересная ситуация. Давайте о нем поговорим, потому что это же наш движок пока что. Ну да. У него цикл в рамках волны 1 заканчивается. Вы представляете, если это действительно треугольник, то падение будет в его диапазон, вот сюда. То есть, ого-го. А коррекции-то и нет. Такие тренды, насколько помню, по памяти, всегда, да и вообще, они быстро загибаются. Их быстро наклоняют. И чем это нам грозит? Если мы стоим в лангах, грозит сливом денег, депозитов. Но из этого можно выжать конкретный плюс. Можно даже не закрывая ланги, захеджироваться. Это я сейчас объясню. То есть, вот оно замедление. Тут объемов даже читать не надо, как бы, да. Вот. Выход я из треугольника наложил. Цель примерно здесь. Она уже выполняется. Она уже выполнилась. Ну, некуда торговать. Реально некуда. Вот мини-фьючерс вот этот тоже старый, размеченный. Ну, тут абсолютно нечего. То есть, идет такое закругление. Если мы на истории даже будем смотреть, локальные моменты, он всегда так тык-тык-тык-тык, опа, прошел. Тык-тык-тык, опа, прошел. И, получается, самый интересный момент расторговки по нему. Я торгую либо через какие-нибудь полупроводники, потому что подобная ситуация такая. Либо что такое вообще. На любой актив, не буду конкретно вдаваться в подробности, любой актив у нас, когда растет, у нас придуманы такие ETF-контрактики, да, ETF, которые работают на падение и на рост индекса. Допустим, индекс у нас растет, неважно, есть индекс, он растет, и на это движение придумано следующее. Есть контракт, ETF-эй вот этот, который можно работать с точки зрения лангов, а есть, который работает с точки зрения падения. То есть, их берешь, покупаешь, допустим, того контракта, который работает на падении индекса, сейчас он копейки стоит, соответственно, и просто сидишь, выжидаешь. Такая ситуация была по нефти, я по нефти так люблю работать. То есть, по индексу СНП, в принципе, понятно, тоже ждем того же самого. Теперь я перейду к нефти, вот там объясню контракт, вот эти. Я через нее все это делаю. Давайте посмотрим. Глобально вообще интересная связь идет у нефти с газом, я не знаю, может холода начнутся какие-то. Да они нам каждый год обещают. Вот тут какие-то точечки, ну то есть, ноль, да, у нас в логарифме посмотрим. Предположительно, что движение в рамках там, допустим, оно либо в рейнже идет, то есть, глобально вот тогда зигзагами, то есть, либо какая-то третья волна. Но не важно. Вернемся сюда. Сам факт, что движение вниз уже закончено, скорее всего, потому что вот здесь рост сформировал импульс. Движение очень похоже на импульс. А если импульс, значит, цикл в рамках волны 1 начался, мы ожидаем движение в рамках волны 2 и ожидаем движение в рамках волны 3. Цель максимальная может быть в районе 30 долларов. Это максимальное падение, которое может быть, я думаю, в принципе, учитывая эту структуру. Это не значит, что я сейчас говорю, туда пойдем, это возможно. А теперь, текущая ситуация, перейду вот на этот момент. Так, на одневку зайдем. Было сложно здесь пятую волну найти. Изначально предполагалось, что движение 1, 2, 3, 4, 5, и возможно было бы падение, и продажи пошли. Но вот это движение показало двойной зигзаг, что говорит о коррекции, и значит, обновление хая еще будет. Значит, это еще вот только четвертое, и вот еще будет пятое, скорее всего, в верхнюю часть границы канала. Вероятно, мы будем вот здесь всех высаживать. Надо быть аккуратным, готовиться, скорее всего, к резким объемам, каким-то продажам. Потому что после этого мы можем уйти в цикл снижения конкретный, такой жесткий. Это в диапазон либо четвертой подвалной сюда, в район 60, и дальше в третью. Либо уровень ФИБО накинем, когда конкретную точку узнать будем, либо ПВСА мы уже видим. Также ПВСА я смогу посмотреть, наверное, объемы по нашему контракту по склейке. И да, то есть объемы у нас есть только в двух местах. заинтересованность у них была именно здесь. Значит, ожидаю ее сюда, обратно вот в этот диапазончик, после возобновления, вероятно, вот сюда. Либо к тесту того там спринга, то есть в район, ну опять же выбираем, либо 40 там, посмотрим более точно. Угу. Видно будет. Пока тут цены нету, как бы прогнозировать нечего. Ну да. Поняли вас. Сейчас я локально добью. Чуть-чуть, наверное, попробую. Вижу вниз зигзаги, наверх импульс, вниз зигзаги. Вероятно, первая закончена, вторая закончена. Пошел новый цикл в рамках первой. Второй. Идет движение в рамках третьей. Возможно, вот более первая локальная там напишем римскую. И вот вторая, возможно, идет. Но надо быть аккуратным предельно и понимать, что здесь вот были покупатели и почему бы им обратно не вернуться, если они заинтересованы, к примеру, дальше наверх, да? Надо быть готовым в этом случае к чему-то. Но я бы все равно вставал под объемом, прятался и на ланге бы работал. Вот такая ситуация по нефти. И когда я начинаю видеть такие движения, я работать начинаю именно через два контракта. ИТФ, это Дрип, он работает у нас на как раз-таки падение нефти. Я не очень люблю эти ИТФшки, которые работают на рост, потому что они в точности копируют, грубо говоря, актив. Единственное, что не нравится на падение играть. именно так. Когда рост идет, обратите внимание, этот контракт, ИТФ, очень решевый стой. Я уже был на нем, даже есть история сохраненная. Когда нефть в минуса уходила, в данном моменте у меня были ланги вот с этих мест, с этих мест. Я закрылся вот здесь. То есть, покупал я в районе, помню, там сплит еще был, я плита 96 продавал по 600. Вот. Это было вообще прям быстро несколько дней. А, теперь на данный момент. Вот. На данный момент я жду цели. То есть, я готовлю опять покупки все, тихонечко совершаю. И ожидаю выстрел. Ну, вот у меня все цели стоят, пока я не знаю, какая она. То есть, я буду ориентироваться на нефть. Немножко. Нельзя надолго на удержание работать этими контрактами, потому что они, как опционы, там имеют свой свойство какое-то распадаться. Детали я не знаю, но просадки у меня из-за этого возникали. Поэтому я жду момента по нефти нужного и начинаю загружаться. То есть, уже готов. Хочу отработать рост. Это самый минимальный риск, как можно отработать на нефти. Поняли вас, Сергей. Хорошо. Спасибо большое. Вам. Время докончается. Спасибо большое вам за ваш обзор. Давайте остановим демонстрацию работы. Я только разогнался. Да, да, да. Вот. Ну, вы всегда ставьте самое интересное первым, чтобы уже, так сказать, потом, если надо остановиться, уже не так обидно, чтобы было. Сергей, а у меня пара вопросов возникла. На каких брокерах вы сейчас наиболее активно работаете? Финам, БКС был, БКС я ушел. Дальше открытие, с открытия я ушел. По личным обстоятельствам, неважно почему, то есть, пока что с Финамом, то есть, я работаю. Основной брокер Финам у вас, я понял. Да, вся команда через него работает, потому что это единственный брокер, который согласился пропилить именно, то есть, они нам делают систему у себя, в системе. Это как понимать, делают систему? Не развито доверительное управление, а мы умеем торговать, но мы не имеем права официально деньги принимать, вы же это понимаете, то есть, нас могут наказать за это жестко, поэтому мы готовимся к лицензиям. Мы учим экзамены, то есть, все это делаем, но торговать сейчас надо. Соответственно, мы пришли к брокерам, к различным, единственный брокер нам только сказал, да, ребята, интересная тема, мы что-то подобное хотели, давайте сделаем, попробуем. То есть, в чем смысл? Это не просто автоследование, а это доверительное управление, которое брокер будет страховать, я так понял, юридически нас, то есть, мы будем, человек будет подвязан автоматически к нашим счетам, и мы будем, естественно, списывать доходность от прибыли, которую мы будем устанавливать в каком-то размере. То есть, никаких договоренностей, потому что попадался я на то, что кидали. Я понял. То есть, формализовать по максимуму свои отношения, вот в чем задача. Поняли вас. Сергей, говоря о рынках и об инструментах, на каком рынке сейчас у вас наибольшая активность? Российская фонда, Форекс, нефть, золото, вот по каким сферам в основном? На данный момент у меня особая активность, практически 80% активность идет по криптовалюте, потому что я там вижу действительно возможности заработать, а пока что наши фондовые рынки где-то тупят. Соответственно, команда моя отрабатывает фондовые рынки локально, либо через срочные контракты, у них, они ведут все это публично, в плюсе, все отлично, а я пока держу криптовалюту, и сейчас, на данный момент, как раз таки, я хочу развивать направление Форекс, опять я жду криптовалютного ралли, соответственно, я хочу в этом поучаствовать через Форекс. И как раз вот ваш конкурс подвернулся идеальным первым стартом, потому что на Форексе я в действительности никогда не торговал, в данный момент мне как раз разрабатывают систему торговли, риск-менеджмента, так, чтобы, как это скрипт работало, чтобы я мог в моменте управлять своими рисками. Пока я не буду четко видеть идеального своего риск-менеджмента в этой системе, я работать там не буду, потому что я жестко ощущал на себе эти телодвижения, то есть, по просадкам, поэтому я не готов больше к такому. не, конечно, риск-менеджмент это наше все без сомнения. Поняли вас, спасибо большое. Юрий Свящев спрашивает вас, Сергей, какие преимущества дает связка волновой анализ плюс объемы? Преимущество колоссальное, потому что цикл волнового анализа, он немножко даже с кондратьевскими циклами совпадает по временным рамкам. Я вижу горизонт, это мой фундамент, мне не надо идти в школу в экономическую какую-то, потому что я благодаря этому методу могу любого фундаменталиста по сути обогнать. Это и происходит. Этого достаточно, чтобы видеть цикл, что стоит актив там брать какой-то, либо может что-то у него завершается, либо что-то. То есть, понимание, картина общая представляется, но торговать сложно. Высокий риск-менеджмент, то есть, риски высокие и долгий профит. Соотношение низкое. Потому что это чтение рынка, анализ объемов, поведение крупных игроков, как они себя ведут, куда они рынок направляют, допустим, что они делают. И, соответственно, за счет этого метода я могу выбирать не более высокие соотношения, а с более эффективной прибылью. Конкретно, допустим, я спрогнозировал какой-то цикл различной альтернативы, даже если у меня два варианта, через ВСА, в принципе, я могу один найти, потому что я рассчитываю, куда они его загоняют, смотрю, у меня так, ага, значит, сработает вот этот сценарий, допустим, а не альтернатива, к примеру. Либо через какой-то другой момент. Я вижу, то есть, как сценарий отработает именно и заранее готовлюсь. Вот. Ясненько. Поняли вас, Сергей. Спасибо вам большое за ваш обзор рынка и за ваши ответы на вопросы. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения. Спасибо большое и вам тоже хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Спасибо.